Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие телезрители, я Денис Подорожный и вновь мы встречаемся в передаче «Дом на скале». Спасибо всем тем, которые пишут нам свидетельства. Мы получаем много свидетельств, особенно с того времени, когда началась новая возможность на нашем сайте, а именно рассылка. Два раза в месяц мы шлем письмо для всех наших подписчиков. И некоторое время назад создали даже отдельный сайт, который называется www.napishimnie.info. Почему напиши мне инфо? Да потому что достаточно, чтобы вы написали свой имейл и имя. И мы будем два раза в месяц присылать вам письмо ободрения, вдохновения, чтобы вы могли постоянно следовать за Христом, будучи ободряемы из Слова Божьего. Так что нужна поддержка? Напиши мне инфо. Это слоган, который есть у нас там на сайте. Ну а сайт domnaskale.org, он также продолжает функционировать и действовать. Так что добро пожаловать. И вы можете находить там множество разных статей, вопросов, ответов, mp3, проповедей. Сегодня я хотел бы поговорить вот о чем с вами. У каждого из нас есть какие-либо трудности, проблемы, кризисы, переживания. Сферы, которые мы до сих пор не смогли преодолеть. Как же их преодолеть? Ведь некоторые из нас привыкают к своим бедам и трудностям. Люди привыкают ко всему. К болезни, к семейному состоянию, к финансовому состоянию. И говорят, ну извините, это моя судьба. Вот так я живу и ничего поделать с этим не могу. Как же прорваться? Как же преодолеть? Как же найти в себе силы однажды стукнуть кулаком по стулу и сказать, все, надоело, хватит, я не хочу больше так жить. Мне надоели постоянные скандалы в семье, мне надоела нищета, долги, мне надоела эта болезнь, мне надоело жить в страхе. Я желаю двигаться. Я желаю прорываться. Я желаю иметь свободу во Христе Иисусе. Как этого достичь? Знаете, я уверен, что для того, чтобы сделать шаг вперед, решиться двигаться после долгого топтания на месте, порой нужно вдохновение, нужно некий внутренний толчок, какое-то движение, заданное изнутри нас самих. И этим толчком, бывает, являются чувства. Чувство любви или, и здесь парадоксы, может быть, знак вопроса у вас возникает, чувство ненависти. Каждый раз, когда человека переполняет любовь или ненависть, он способен на немыслимое. Не раз вы слышали, наверное, истории, когда какая-либо мать спасала своего ребенка или мужчина спасал свою жену и детей, делая такие вещи, которые после он пытался бы сделать, пытался бы повторить и не мог. Что двигало человеком? Любовь. Точно так же, когда вдруг приходит чувство возмущения, гнева, человек уже перестает стоять на одном месте, перестает бездействовать, он начинает действовать. В гнев человека, Библия говорит, не творит правды Божьи. Но если Библии написано, что не творит правды Божьи, то это не значит, что он ничего не творит. В гневе человек готов действовать. Люди выступали против врага. Они свергали иго оккупантов, врагов, побеждали в войнах, делали что-либо немыслимое. Казалось бы, что выше их собственных сил, когда их переполняло чувство возмущения, гнева и ненависти. И вот перед нами возникает вопрос. Является ли чувство ненависти, гнева всегда неправильным чувством? Может быть, мы, как христиане, должны понять и посчитать так, что мы, верующие, мы должны любить, любить все и всех, и всегда. И знаете, однажды я даже встретился с одним христианином, который пришел ко мне и спросил, Денис, а Библия же говорит, возлюбите врагов ваших. Наверное, я должен любить и дьявола? Ведь он же наш враг. И тогда я не знал даже сразу, что ответить, потому что такой был неординарный вопрос. Я сказал, послушай, но когда Библия говорит, возлюбите врагов ваших, но уж про кого явно не написано, так это про дьявола, потому что дьявола мы не должны любить. Тогда вопрос, получается, слово любовь и слово ненависть не являются, или эти чувства не являются абсолютными понятиями. Они имеют определенный окрас для нас или людей относительно того, кто является субъектом той самой любви или ненависти, к кому это направлено. Откроем первое послание Иоанна. Вторая глава говорит в 15 стихе, не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Если мы говорим, о, любовь – это хорошее чувство, надо любить, мы христиане должны любить. Но вот Библия говорит, не любите. Но вопрос не в том, что вообще не любите, кого не любите, или что не любите. В Библии написано, не любите мира не того, что в мире. Обратите внимание, не того, кто в мире, а не того, что в мире. То есть мирскую систему ценностей, мирской подход, мирские всякого рода вещи, а именно грех, беззаконие, пороки, не любите то, что в мире. И он даже поясняет, а что там? Похоть, плоти, похотячий и гордый житейский. Это все не от Отца, но от мира сего. Библия говорит, что любовь – это не такое уж однозначное понятие, точно так же, когда говорится про ненависть. Потому что мы думаем, что если говорится про ненависть, то ненависть всегда плохо. Но в Библии сказано в 9 стихе той же самой главы, кто ненавидит, кто говорит, что во свете ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Означает ли это, что ненависть – зло? Означает ли это, что ненависть – это то, что вообще не должно обитать в христианском сердце? Я убежден, что нет. Мы не можем так сказать. Почему? Потому что точно так же, как и любовь, так и ненависть, они обретают определенный смысл в зависимости от того, к чему они направлены. Когда мы смотрим в Писание, то мы обнаруживаем некоторые странные для некоторых людей высказывания. К примеру, в Откровении во второй главе написано, что «то в тебе хорошо» – это 2 глава 6 стих – «то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Представьте, Бог говорит «в тебе это хорошо, что ты ненавидишь». Но обратите внимание, там не написано про отношение к людям, а отношение к делам людей. Это очень важно. «То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов», – говорит Господь. И дальше продолжает мысль «которые я ненавижу». И вот мы говорим «боже, подожди, но ты же есть любовь, как же ты способен ненавидеть?» Так в том-то и дело, что Библия говорит про любовь к людям, но в отношении беззакония, ведь в отношении зла не должно быть лояльности, не должно быть либеральности. Когда мы такие толерантны к собственным порокам, мы говорим «ну да, есть это во мне, но я всю жизнь жил так», а кто-то говорит «я всю жизнь курю», а кто-то говорит «ну, я занимаюсь порнографией, ну, а что я могу поделать?» Кто-то говорит «я...»